48 детей погибло, более 150 пострадали. Такая неутешительная статистика в нашем регионе сложилась только за 9 месяцев этого года. В Владимирской области бьют тревогу. Дети выпадают из окон, тонут, становятся жертвами пожаров и ДТП. Вплоть до 15 декабря в нашей стране проходит месячник по детской безопасности, в рамках которого представители разных ведомств проводят профилактические беседы с детьми и родителями. Региональные уполномоченные по правам ребёнка Геннадий Прохорчев и сотрудники МЧС области отмечают, что взрослые порой слишком беспечно относятся к безопасности детей и не просчитывают последствия многих своих поступков, а это в результате приводит к беде. Практически в 80, даже больше, в 90% случаев гибели детей по разным причинам всё-таки вина взрослых людей и вина самых близких людей, родителей. Я ещё раз повторюсь в том, что всё-таки современное родительство, в какой-то мере отсутствует вот эта культура безопасного поведения. Только на пожарах в регионе в этом году погибло 9 несовершеннолетних. Сотрудники МЧС напоминают, в холодное время года возрастает нагрузка на электросети, люди пользуются дополнительными приборами обогрева, чаще топят печи. Как минимум в двух пожарах, где погибли малыши, по словам специалистов, причиной возгорания стала неосторожность родителей. Если бы соблюдались требования пожарной безопасности, если бы родители не курили в помещениях, не оставляли бы детей без присмотра, не соблюдали требования пожарной безопасности и правила устройства электроустановок по эксплуатации электрооборудования. Не обошлось в этом году и без жертв среди детей на воде. Летом на Семязино утонул 11-летний мальчик. Пятерых детей на разных водоёмах области удалось спасти. В зимнее время водоёмы не менее опасны. Родители просят не отпускать детей и подростков одних к рекам и озёрам. Считается безопасным лёд толщиной 7 сантиметров. Для катания на коньках 12 сантиметров. Для массового катания на коньках 25 сантиметров. Выезд любого транспорта на лёд запрещен. Кроме того, по мнению регионального уполномоченного по правам ребёнка, в Владимирской области остро не хватает профильных специалистов-психологов, которые знали бы, как работать с ребёнком, особенно при попытках суицида. Решить этот вопрос, по словам Геннадия Прохорычева, может переподготовка уже существующих психологов за счёт средств грантов. К слову, недавно более 200 владимирских школьников и студентов впервые написали тест по безопасности. Анализ результатов показал, что у школьников хромает знание правил дорожного движения и оказание первой медицинской помощи. Эти моменты будут учитывать при дальнейшей работе. Ещё раз уже новый тест по безопасности напишут в середине декабря. Причём не только дети, но и их родители. Брагайта Махрова, Александр Мажаров, 6 канал.